МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не оправдался. Кино снимают, спектакли ставят, а книги издают и читают. Сегодня в нашей студии руководитель департамента по делам печати телерадио-вещания Якутии Филипп Пестряков. Филипп Петрович, здравствуйте. Расскажите, до какой цели вы преодолели такое огромное количество километров и приехали все-таки в Чебоксары? Вопрос, конечно, интересный. Во-первых, Ассоциации книгоиздателей России проводят семинар совещания. Как раз по проблемам книгоиздания в национальных республиках. Два года назад такое подобное совещание было у нас в городе Якутске. Поэтому я заинтересовался, поскольку являюсь руководителем целой отрасли, в том числе книгоиздания. Вот вы очень удачный пример привели, когда про сплошное телевидение. У меня подобное случилось, когда я был первые назначен, это было 14 лет назад, на эту должность. В одной из командировок я встречался с активом района. И там молодой, продвинутый, между прочим, кандидат на ООК, заведующий управлением образования, он сказал, Филипп Петрович, а вы знаете, что лет через 10 газет не будет? Это он так и сказал. Будет сплошной интернет. А слава Богу, 10 лет прошло, даже больше. Газеты издаются, я думаю, будут издаваться. Газеты, книги тоже издаются, печатаются. Так что пока потребна сеть. Поэтому это вы удачно привели. Это я должен заметить, как человек, который довольно долго работал на телевидении. Это к слову. Почему я приехал сюда? Я все-таки, когда летел сюда, в который раз убедился, насколько огромна наша Россия. Я вчера вылетел из города Якутска, было минус 35 градусов. А прилетаю ночью в Себоксары, плюс 10. Чувствует разница? Это такое, понятно. Чувствует разница? Конечно. Теперь что? На чем мы? Почему, да? Вы говорили, что все-таки и газеты до сих пор печатают, что прогноз не оправдался. А все-таки тогда для чего проводят это мероприятие в Чубоксаре? Нет, вот такие мероприятия надо проводить. Почему? Потому что нам надо сверить часы, образно говоря, кто чем занимается, кто чем дышит. Бориться в собственном соку – это всегда, видите ли, не есть хорошо. А проблемы в книгоиздании есть. Они есть. Во-первых, вот та же проблема – интернет. Есть интернет-издание, есть интернет-газеты. Еще есть другая опасность. Она, мне кажется, даже более значительная, чем первое опасение. Так, переобщение к чтению. Так, целое поколение, особенно молодое поколение, сейчас школьники, дети, они мало читают. Как раз вот об этих вещах, надо ли дальше издавать, стоит ли издавать. Так, и на другие многие вопросы должны ответить вот такие встречи. Потому что встречаются профессионалы, встречаются люди, которые вот этим делом занимались всю жизнь, занимаются и будут заниматься. Вот поэтому я более чем уверен, что вот такие мероприятия нужны. А вот все-таки ваше мнение, стоит все-таки издавать? Вот в том-то и дело. Я не зря говорил об опасности, да. Есть опасность, люди перестали читать. Возможно, это еще усилится. И может получиться такая ситуация. Книги-то, они изданные, они вот лежат перед тобой, а читать некому. Понимаете? Есть. Но я более чем уверен, что книги в дальнейшем будут. Я имею в виду в печатном виде. У нас в Чувашии, я вот заметила, в основном издаются книги на какую тему? Это известные люди. Например, наш космонавт Андрей Николаев. Это народность, это корни, какие-то вот такие вот вещи. А в Якутии на какую тему в основном издаются? Ну, я бы сказал, так, у нас может быть подход несколько другой. Может быть, я допускаю. У нас основные направления. Мы классика печатаем. У нас есть специальная программа, да, печатать произведения классовых. Ну, тех писателей, так, поэтов, которые стояли у истоков развития, так. И, с другой стороны, вот это направление, о котором вы отметили, оно есть и у нас. Понимаете? Так. Человек должен знать свои икони, так, он должен знать свою республику, он должен знать географию. Вот с этой силы у нас тоже направление, но есть, так, печатаются вот такие познавательные книги для всех поколений, может быть, для всех возрастов. Вот это направление чётко придерживается. И мы не должны забывать, что и Чувашия, что Якутия – это национальные республики. Поэтому должен быть какой-то паритет, так, соблюдаться. То есть, книг, печатаемых на русском и на национальном языке. И особенность нашей республики, мы – северная республика. Так, у нас проживают, есть места компактного проживания малочисленных народов. Я имею в виду Эверенов, Эверенков, Долга, Ньюкаргеров, Чукчей. А вот наше книжное издательство, оно вот над этим направлением работает. И теперь одно основное ещё есть направление – детские книги. Книги для детей. Вот поэтому мы, занимаясь проблемами, так, изучили и пришли к выводу. Так что детское издательство нужно создать. И мы это сделали. Указом президента в нашей республике создано образованное детское издательство «Кэскелл», которое будет заниматься печатанием, производством выпусков газет, журналов для детей и, в том числе, литературы для детей. Понятно. Ну и тогда не могу не спросить, да, всё-таки, что в основном читаете вы и что любите больше всего? Так, что читаю я? Если честно, я, вот, может быть, это связано с возрастом? Может быть, так. Так, я читаю книги по истории, так, и очень, ну, люблю это не то слово, так. Стараюсь считать воспоминания, мемуары. Так, и получается, что я сам готов работать над этой темой. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, в нашей студии был руководитель департамента по делам печати, телерадиовещания Республики Саха, Якутия, Филипп Пестряков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова